на сегодня ко мне в гости пришла моя подруга карина она же еще и стилист конечно же я ее пригласила еще и по делу но одновременно у нас возникла такая идея сегодня немножко похохотать вы знаете причин похохотать нашей жизни много да и вот сегодня мы еще одну причину нашли хотим с вами обсудить гардероб иностранцев турции и наши смешные ошибки ляпы которые мы совершили вот за нашу жизнь карина мутлу стилист она тоже живет здесь уже 10 лет поэтому пережили как я и мы пережили все те же ляпы карина расскажи пожалуйста о себе да еще раз всем здравствуйте спасибо за приглашение меня зовут карина я из риги в стамбуле уже 11 лет 11 извиняюсь но правда первые полтора года мы жили в анкаре а потом переехали сюда поэтому все самые смешные ляпа конечно же были там то я стилист занимаюсь стилистикой помогаю девочкам как раз таки тоже интегрироваться немножечко в турецкую культуру с помощью одежды внешнего вида потому что это очень важный фактор очень важный фактор абсолютно для принятия семьи общества социальных каких-то до кругов и правильно одежда облегчает понимание абсолютно то есть когда мы приезжаем из одной культурной среды среды в другую мы должны понимать что мы там увидим и что с чем мы там столкнемся и понимать что мы не можем тащить свою культуру куда-то в другое место ну и мы конечно же знаете чтобы это сегодняшний эфир был смешной легкий мы решили обхохотать это карина я хочу сегодня чтобы мы поговорили о самых-самых смешных ляпах скажи какой у тебя вот был самый-самый смешный ляп в одежде так но он наверное не был самым смешным но он был самым поучительным в плане моего развития турции самой это было в самом начале когда только приехала и вошла в семью принципе мы знали мужа друг друга задолго до моего приезда в турцию но тем не менее активная начала жить здесь и знать это одно а жить это другое поэтому самый такой смешной случай на тот день это было домашняя одежда интересно кстати говоря что у нас в россии с домашней одеждой кавардак а в основном старые какие-то джинсы не знаю чего пижамы так что в турции домашний это конечно же очень разница потому что в турции есть разделение немножечко социальным классом и тут нету какого-то 1 можно можно разделить на категории то есть какая семья в какой атмосфере вырос человек и тогда это будет влиять на внешний вид конечно же тоже так как у меня получилось что меня очень образованная интеллигентная семья турецкая и я будучи еще молодой совсем приехала и домашняя одежда на тот момент это мне были такие леггинсы обтянутые маечки обтянутые какие-то завязанные такие рубашечки ну естественно это было для меня естественно и я сюда и то же самое у меня было в домашнем гардеробе для леггинсы и так далее ну конечно же здесь местное взрослое поколение они не приняли это такое видеть потому что у них принципе не стоит на первом месте показать свое тело обтягивать и так далее а тем более у меня взрослые люди в семье они довольно взрослые приличные то есть за 50 за 50 да и вот что было смешно я это себя комфортно чувствовал мне никто не намекал что мол карина там гости приходят какие то то есть они достаточно вежливые чтобы тебе еще и не говорить это правильно то есть они ждали когда ты сама додумаешься наблюдаешь потому что турецкое общество они вы знаете они очень и наблюдательные люди то есть они наблюдают смотрят лишний раз ни в коем случае не упрекнули хотели обидеть но когда произошел катарсис один раз прекрасный отец моего мужа приходит и говорит карина я купил тебе подарок приготовил принимать подарок и тут открывает сверток и там коричневого коричневого цвета спортивные штаны приток размер намного больше чем мой он в магазине так что-то примерил на ком-то и вот он мне подарил эти брюки и сказал ты знаешь дорогая мне кажется ты немножечко возможно мерзнешь он все равно не сказал на прямой мир ты смущаешь да немножечко и он не предложил вот такой вот подарок я конечно же сразу поняла вообще в чем дело хотя было бы легче если мне сказали бы напрямую или просто показали потому что у нас принято ходить в таких вещах и это не вызывает никаких абсолютные эмоции угрожающих потому что я из прибалтики они очень сдержанные и еще дома дома гостей не так принято принимать правда поэтому ты в своей собственной территории можешь одеваться то есть ты принес то есть вот это видение что дома много гостей мы не принимаем и ты принесла в турецкую страну где все построено на гостеприимстве куда постоянно приходят и лихути да и то есть ты должна не шокировать людей а именно как бы презентовать свой дом быть визитной карточкой здесь главное отличие получается что у нас в менталитете дом это такое нечто очень закрытое и принадлежит только нам у нас даже допустим мама близкие самые родственники без звонка никогда не приходит домой то есть нового не исключено заранее я приду во сколько это во столько то вот это вот норма которая никогда не нарушается то есть как в турции допустим там половина 12 ночи может зайти соседка какой-то родственник на чай такого вообще не быть не может поэтому ты всегда знаешь когда кто придет и естественно это совершаем на другой взгляд до до в целом а здесь же ты должен быть готов всегда к гостям всегда в любой момент правда или что абсолютно меняет вносит коррективы в внешний вид поэтому тут даже не обсуждать то есть если вы сюда приехали даже ненадолго то есть гардероб на домашнюю жизнь должен быть уже как минимум продуман дело в том что действительно и я вот мы тоже уже 10 лет здесь не ходили по разным домам и действительно некоторые дома дома ходят при параде то есть это женщина светская не то что она покрытая а дома ходят при параде нет дом для женщины здесь это ее что работа это ее работа да и ты должна быть дома очень красивая великолепное лицо своего дома правильно да хорошо прям вот мы хотели посмеяться а что-то не до смешного потому что когда мы были здесь вот когда мы приехали жене наверняка таких как у нас очень много и так турции то есть абсолютно не у кого было спросить негде было почитать никаких форумов да и нам это было все тяжелее вам же кто свежий морская новенький намного удобнее потому что вы все можете просто узнать уже заранее и не попадать в какие-то ситуации которые удлинят вашу адаптацию или понимание с семьей с друзьями с работодателями так далее да работодатели кстати надо будет обсудить еще и работу как ходить на работу в каком виде да действительно хочется сказать что у меня тоже некого было спросить а все мои родственники были настолько вежливые что никто никаких упреков никогда не делал поэтому до всего приходилось а мы вопросы задавать не умеем вы знаете здесь женская тема это даже не вопрос как ты выглядишь это вопрос воспитания потому что девочек здесь воспитывают по-другому то есть здесь всегда они чувствуют небольшой прессинг то есть со всех сторон будучи это мама брат папа то есть сохраняют девочек но немножко таким агрессивным способом то есть не потому что они не хотят выглядеть как-то привлекательно или открыто просто им это не разрешают самого детства их в принципе заставляют одевать маечки под джинсы чтобы когда задерется задерется свитерочек или поднимется что-то чтобы не было голого тела видно это все часть воспитания на самом деле это рефлекс а кстати говоря про рефлекс можно я тоже свою смешную историю расскажу дело в том что я из ижевска это север как известно да и у нас холода и вот где где под девочки одевать так это у нас и я вообще всю жизнь была конечно капуста три шапочки там кофточек 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 и вот я приехала сюда мне кажется что я вроде как приехала в южную страну все и я когда начала здесь жить я разделась у меня была только одна футболочка обтягивающие штанишки джинсики я же на юге вы понимаете я же на юге я хожу тут и я понимаю что он все на меня смотрят а я не любила никогда слишком много себе внимания мы не приучены выделяться или еще как правильно и я понимала что и мне очень и очень некомфортно и я думала что мне делать и я поняла что наверно мне надо снова становиться капустой ну это тогда пришло мне на ум я начала кардиганы покупать я начала шарфиками заматываться на прятаться от людей прятаться от людей да этот происходил процесс довольно таки долго провольно таки долго я не понимала почему столько внимания и этот процесс не пошел мне на пользу тоже не было и жарко и как-то некомфортно и некомфортно и тоже не было не стилиста рядом который бы посоветовал то ли психологу надо было вообще эти чтобы он эти кто бы сказал и у меня было муж говорил что-то ты стала странно одеваться мой муж тоже был недоволен то есть все были недовольны а что происходит не понимали как произошло что я поняла и как произошло что я поняла а я поняла в конце что все равно меня даже вот этой капусты понимают что я иностранка я поняла что та кто я есть этого уже не изменишь всегда будут обращать внимание надо жить так чтобы тебе было комфортно и я стала уже наблюдать к тоже стала понимать что я в другой стране значит гардероб должен быть как-то по-другому оформлен и вот и поэтому понемножку понемножку и вот сейчас пригласила карину чтобы вы вместе разобрали и она дала свои профессиональные советы потому что я как не профессионал в этой сфере могу наблюдать но когда профессионал он уже четче ответит на все ваши вопросы вот такая у меня история женя ну да я понимаю очень очень много сталкивается с тем же то есть когда ты приезжаешь ты приезжаешь со своим видением со своим набором гардероба и пытаешься здесь как-то существовать но здесь другое совершенно отношение тем более ты за славянская внешность это уже априори привлекает внимание и я что бы ты в принципе на себя не наделал хоть картофельный мешок на прорежь и будет то же самое здесь даже дело не в этом здесь нужно вырабатывать привычку энергетически реагировать на людей да и еще очень важно то есть куда ты идешь четко ты должна понимать в какой район ты идешь на если ты на транспорте если ты на машине это будет абсолютно два разных концепта если ты мне шанташи у тебя будет один вид если же ты едешь в сторону фатиха или в вала гулять у тебя будет совершенно другой вид именно а почему другой вид потому что турция разделена на светское общество и на более религиозное общество религиозные они носят покрывают голову плащи такие да а светская между прочим то вы знаете дорогие друзья что турция первая в мире по ношению леггинсов на улице продажи леггинсов здесь бьют все рекорды представляете турецкие женщины да у них прекрасные стройные ноги правда у них фигуры очень стройные и они носят можете писать стамбул одно и то же место насколько надо знать куда как идти золотая середина иногда ведет к потере личности потому что если я в душе бунтарь и я выберу золотую середину мне придется запихать свое что-то очень важное в эту золотую середину то есть здесь даже не то чтобы золотая середина здесь нужно четко знать куда ты идешь и как ты должен выглядеть и если у меня есть какие-то моменты которые мне нужно прожить а я не могу это сделать за связи с окружающей атмосферой где-то я должна это применить потому что если я это не принимаю это войдет в агрессию и вырвется в другом совершенно каком-то действие которое вам не нужно то есть это уже психология это ну я подавила себя да потому что внешний вид с одной стороны это был внешний вид а с другой стороны это было подавление себя я не могла уже себя выразить как хотела правда 100 процентов и еще это вот вы заметьте кто здесь живет и у кого есть опыт к турчанкам тоже пристают дрожанки они могут вот так вот повернуться и сделать такой взгляд что мальчик замолчит и уйдет а у наших девочек обычно улыбочка вот это по мы улыбаемся и эта улыбочка воспринимается вроде бы мы говорим не надо знакомиться я там замужем да когда ты улыбаешься это значит жест приглашающий в турции то здесь нужно немножко посмотреть психологические составляющие и понаблюдать за турчанками они очень хорошо дают пример как надо с мужчинами вообще общаться абсолютно верно еще есть такое понятие как как эти вот этикет у женщин мужчин улыбка глаза это все этикет это все тоже надо взгляд знать и учить правда у меня был последний случай выходили на свадьбу можно я расскажу камеру атьбу вы знаете свадьбы тоже бывают соответственно разными правильно то что есть бывает покрытое общество там да какое-то какое-то другое общество которые там светское общество 80-х это совсем другая история и которые были полу значит покрывали головы челмами но были европейской одеты и есть совершенно современные люди это голливуд это свадьба была голливуд но я знала что это голливуд или нет я не знала что это будет голливуд понимать но я чувствовала себя недостаточно шикарной женщины а я когда в дамблай я посмотрела что все наряжаются и что это вот прямо надо это делать я поняла что я недостаточно наряжены и теперь я хочу достать мне хочется жить в стране и понимать правила и когда я иду на какое-то мероприятие быть в тему и наслаждаться своим видом потому что в этой стране мы можем прийти на разные мероприятия одеть совершенно по-разному и наслаждаться просто надо не перепутать мероприятия правильно я говорю точно точно стопроцентно даже когда приглашение вот на такие мероприятия ты получаешь заранее это уже наша наша проблема выяснить кто эти люди да что у них вообще за положение от этого будет зависеть все карина вот мы немножечко про дом поговорили турецкий немножечко про улицу про глаза поговорили траве на то про улыбки женские поговорили это это прям достойно отдельного разговора и сейчас мне хочется немножко про на вот про туризм поговорить вот приезжают люди и едут куда на моря на моря у тебя есть какая-то очень интересная история может быть мы тут посмеемся все же но тоже не получится посмеяться я тоже как в начале конечно же у нас прибалты как всегда очень расслабленные люди и не смешают ноготы ничего ноготы не смещаются людей ну хорошо и мы с девочками привыкли в юрмале у нас загорать там есть тоже отдельные места пляжи для этого то плюс юрмала звучит как-то очень романтично я до юрмала только три дня все для тебя все понятно какие там девчонки нет там все очень понятно и все к этому привыкли естественно когда тоже я начала только язык турцию это было вот даже не было еще прямого рейса там какие-то чартеры было чем-то лететь непонятно ну не факт и вот тогда на первых парах тоже я продолжала загорать в турции топлив а в каком городе ты была в бодруме в бодруме как на тебя реагировали но местное население и как твой мужчина твой вот партнер реагировали от тебя он молчал как он чувствовал себя комфортного все в этой ситуации знаете чувствовали комфортно люди вокруг потому что ахахаха а тут я все наблюдать любят они любят наверное все все по периметру сели и наблюдали не они конечно же делают вид что они не смотрят да да и ну еще плюс посмотри воду какая часть категории людей из бодруме там тоже не последние люди но при водрум это как французская ревья это французская ривьера для турции я даже не хочу говорить о людях снаружи меня это до сих пор не очень много волнует но в соответствии вот допустим мужчина да я была с ним были его друзья были его друзья прекрасно и есть мне уже смешно но я в принципе без всяких каких-то там слишком конечно вульгарных может быть движения движения просто обыкновенно загорала как на шестонге чуть-чуть на спине чуть-чуть на животе и мой мужчина конечно ничего не сказал друзья даже ничего не сказал даже ничего не сказал но я видела что им было неудобно немножечко просто допустим и же там общались мы же там смеялись но я поняла через минут 15 что как бы не комфортно люди не привыкли я все это дело прекратила но вот первые 15 минут я по привычке не то чтобы было какой-то прессинге чувство но я поняла что людям неудобно и для этого нужно просто ехать специальные места специально это не лучше и при том у меня как бы строить с тела структура очень такая мальчиковая я не смущала людьми какими-то формами да не менее это было не очень и после этого конечно когда вижу не мог вот этих вот возле бассейнов с без галтеров с этой грудью до пупа и расхаживающих то есть это очень неэстетично очень некрасиво и я думаю что не надо портить отпуск всем то есть когда мы даже когда мы дорогие друзья находимся в общественном месте ведь этикет что он не значит что ты должен себя как-то принижать или я не знаю ты должен конечно чувствовать комфортно вот где ты находишься но не надо наверное забывать и об окружающих чтобы другим людям в этом есть наверное уважение к самому себе и правда то есть уважая других мы уважаем себя и вот сейчас мне хочется кратко туристическая зона ставу туристическая зона я хочу рассказать несколько лет назад лет пять шесть назад моя сестра она ездила на конференцию куда-то в киргизию и летела в европу через стамбул она значит не телеграфировала говорит женя у нас будет пять-шесть часов стамбуле ты пожалуйста приедь встретить меня и я буду с одной хорошей знакомой коллегой она из норвежка и я бы хотела не показать туристическую зону то есть султан ахмед а я софия голубая мечеть гран базар тот кто знает что это за зона молчит вот кто не знает слушаем и представляете и мой муж был занят и поэтому он сказал что хочешь поедет с моим другом это наш семейный друг мы с фикретом отправились их встретить потому что гости это святое до гостей надо встретить приезжаем мы в аэропорт выходит моя сестра и красиво мистера очень тоже красиво выходит они в джинсах такие все нормально в кофточках и и ее знакомые оказывается норвежка знаете как они бывают шикарные высокие женщины стройные блондинки ноги от ушей все как надо и она говорит подождите меня пять минут я зайду женскую комнату возвращается она а у нее шорты ну вот шорты вот они заканчиваются где ноги начинаются с очень короткой представляете то есть наш друг фикрет был очень доволен и счастлив но у меня уже тогда было понимание что туда куда мы едем в тот самый район мы не можем ехать в таком виде и мы выезжаем в город теперь я расскажу что такое султанахмед султанахмед это туристический район да но живут там люди консервативные люди и вы понимаете то есть норвежка проходила весь день комфортно в принципе она не почувствовала что когда мы спросили почему ты одела шорт на сказал я же прилетела в жаркую страну да это жаркая страна но это город это 15 миллионный город где в принципе есть свой этикет как ходить по городу я буду в нью-йорк приеду допустим я там могу в этих шортах ходить и даже вообще никто и глазом не моргнет и в москве то же самое и в регида где угодно но здесь же просто специфика то что все-таки страна мусульманская да хоть она и светская но есть здесь ты можешь ходить ничего не будет но просто это будет лишняя немножечко такая вот внимание даже иногда агрессивно иногда люди будут просто там причмок то есть ты получишь дозу негатива не заслужен незаслуженную дозу негатива потому что люди они принят просто привыкли жить по-другому и для них для их понятий это уже что-то из ряда вон правда хотя в америке там например других там даже вот в россии ты можешь так ходить и но никто не скажет что все там уходят правильно кстати сейчас вспомнила видишь одну турчерлайнс да кто будет лететь или пролетать там в стамбуле и дальше да самолет запрещают входить в шортах так что имейте ввиду если шорты короткие самолет вас не пустят да ну я думаю почему нет конечно правда это вот новое правило что в самолет в шортах ты не можешь турецкая линия ходить да да это любительница то есть конечно и бывает еще и египет да то есть и другие более арабские страны турция она и светская и не очень да и конечно уважать народ очень надо потому что ты действительно просто вот как карина сказала ты не будешь получать эту дозу негатива зачем он нам нужен когда вовремя поинтересоваться как что спросить если ты хочешь качественно отдохнуть в плане прочувствовать город то для того чтобы это сделать тебе нужно своим внешним видом слиться с местными и тогда просто незабываемый отдых проведете потому что вас будут воспринимать как единое целое да и вы более почувствуете страну и привычки и так далее потому что люди вам будут помогать везде представляете то есть мы не можем понять что может быть для кто-то не хочет действительно наши голые ноги видеть например мы думаем что они у нас прекрасны а другие другой человек ну не хочет видеть вашу голую попу ваши голые ноги ему не хочется то есть мы создаем дискомфорт у меня знаешь даже как у вас да такая штука ладно эти голые ноги да вот это уже это же пунктик есть бывать же люди летом потеют у него шорты морозил на кресло нас потел да стал да я села своими голыми ногами или там попой да это же плотное место вот это а это гигиена вот видите сколько моментов в жаркой стране до кариночка ну что там нам еще на на горяченькой что мы обсудим последнее что какой какой-то смешной еще случай был ну случаи такие еще с одежды вот это делать ты вот это был случай когда ты была не за нарядное не до нарядное тут очень часто бывает особенно когда день рождения здесь нету культа дня рождения то есть у нас день рождения это широка страна моя родная наполненно здесь же день рождения очень скромно отмечают и то есть когда тебя пригласили домой на день рождения или в компанию это не значит ничего то есть там могут сидеть в спортивных костюмах майках в джинсах и вот с такими волосами и без мейкапа то есть это не значит ничего и вот у меня постоянно вот я сначала это было не случайно потом это было специально потом я уже настойчиво я всегда переходи приходила слишком перенаряжена и половина вечера занимала то что все там девушки пока сказать ой какая ты красивая какая я же вижу что они не очень-то довольны потому что кому-то приходилось переодеваться кому-то приходилось подкрасить губы за меня то есть это же опять же ставила не хорошее положение людей то есть как бы они из-за меня чувствовали себя то есть у них так принято а я разбиваю их идеальную картинку но так как конечно же я сейчас делаю тоже среднее я понимаю что тут день рождения это не выход в свет это такое просто до ситуативное празднование чего-либо и конечно же выгружу хорошо но без перебора потому что люди а да я все равно слежу чтобы хотя как-то стимулировать людей меняться до чтобы выносить вот этого красоту эстетику и так далее но тем не менее без перебора потому что тоже это не не есть хорошую не есть хорошо так что вот это тоже да смотрите видите еще и перебор а вот как ты сказала про день рождения для меня очень актуальна сейчас тема детских день рождения потому что мы туда ходим как на работу потому что вот каждый выходной у кого и кого-то ребенка день рождения в классе и там есть уже свой этикет я поняла совершенно четко что там точно есть свой этикет а что там этикет какой там этикет я заметила я не знала но я стала наблюдать я заметила что мамы тоже туда приходят очень скромно буквально таки рубашка джинсы это вот и какое-то украшение это вот максимум максимум потому что надо нагибаться за детьми эти мамочки они в чем себя позволяют оторваться это сумки сумки нет я это я еще не смотрела посмотри обрати внимание на сумки то есть девушки вы совершенно просто но зато сумки у них будут очень даже непростые вот и ну что вот смотрите какое интересное еще замечание какое интересное как минимум да а еще мне хочется сказать что вот например на дневные утренние день рождения я пришла и вот была такая картина и тут почему-то одни решили сделать 8 часов 7 30 вечера где рождение деда да потому что там не было мест я прихожу обычно как кейжу они все при параде они все при параде это день рождения они при параде значит волосы у всех все шикарно одеты и я опять не в тему я чувствовала себя но очень нехорошо я хотя была нормально тоже но я была расстроена я опять не дооделась задание переодевайся да слишком делаем больше чем хотя бы рад речь и тут можно было выйти ситуация да допустим когда ты недонаряжен да ты на машине же на машине пусть у тебя лежат в машине запасные нарядные туфли и клатч какой-нибудь такой вот вот прям нарядный клатч и всегда можно выйти ситуации поярче накрыть губы какие-то заметные серьги добавив или аксессуар в общем и тогда-то уже немножечко более в категорию понарядне это придешь или же жакет какой-нибудь стильный жакет вот накинут наверх и все и он тоже сразу же изменит тебе вот такой вот сделать более смотрите какие полезные советы а у меня в машине когда запаска лежит мой муж начинает нервничать он были почему машину беспорядок я говорю это не беспорядок красивые красивые такие кейсы которые специально можно себе оборудовать какой-то организатор аптечка есть во всех машинах до стамбуле обязательно вот я вам скажу правило стамбула за рулем до для девочек там должна быть вода должны быть какие-то орехи или сухофрукты перекусить мокрые салфетки потом шоколадка или что-то потому что может упасть давление чтобы вы что-то сразу же какие-то леденцы до памперс желательно конечно очень удобная обувь и обувь на каблуках что-то теплое это вот твое личное должно быть пространство потому что мы можем с какого-то каких-то переговоров с какой-то учебы сразу же оказаться в театре или ресторане абсолютно чтобы сменить образ тебе достаточно каких-нибудь нарядных все согласие украшение вот украшение туфли и помада какая-нибудь и все это будешь готова в принципе всегда вот она насчет машины не шутите потому что здесь можно попасть иногда очень сильно и тогда ничего не поделать просто стоишь тогда надо машину менять побольше покупать не надо много не надо больше которые комбинируются хорошо и функциональные во многих ситуациях ну вот мне кажется что это самый был полезный совет на сегодня и наш опыт в Стамбуле жизни уже 10 лет даже больше поэтому мне кажется мы уже можем говорить что как как и давать советы естественно потому что по опыту опять-таки нашему что в Стамбуле адаптироваться занимает время с правильными советами с правильными подсказками это намного менее энергозатратно и эффективно и сохраняет очень много времени ненужного который тратится на вот действия которые не приведут к результату поэтому если есть человек который может помочь обязательно воспользуйтесь этим советом потому что Стамбул к сожалению абсолютно что-то совершенно другое чем мы привыкли вообще в своей жизни пользоваться абсолютно мы вас благодарим обнимаем целуем хорошего дня прекрасного настроения и любите себя любите себя где бы вы не были ребята чтобы Продолжение следует...